Друзья соотечественники, мужчины, я к вам обращаюсь. Я не моралист и не по священному Писанию с вами веду беседу. Я хочу спросить вас, товарищи мужчины, а у вас есть собственный эгоизм? Вы себя любимого любите? Или как? Может быть, вы растворяетесь в любовнице, в жене, не знаете, кого из них выбрать? Считаете, что они свет в окошке? А мне мама еще в 14 лет мне была, говорила, они все одинаковые и изюминки там внутри нету. Одинаковые и разные. Вот такой парадокс. Разные, потому что они по-разному к вам относятся, дорогие мои соотечественники, мужчины. А одинаковые, потому что через некоторое время они относятся одинаково. Ну, наверное, как рыбку поймать на блесну. И вот новизна любовных отношений, романтизм этих любовных отношений тянет нас. Да, я знаю это. Не буду пересказывать. Но я точно это знаю. Но я хочу вас предостеречь не только на своем горьком опыте, но на опыте тех, кого я порезал, как говорится, кому помогал и кому советовал. И я уже вижу этих людей на протяжении десятков лет. Кто-то ушел к любовнице и потом горюет, что там осталось народное хозяйство, дети. Здесь тоже появилось народное хозяйство и дети. И тут то же самое. А он, а он тапочки те же носит. Другие горюют, потому что и здесь не задалось. И вот он сидит с другом, а точнее с одной бутылкой, и думает, а чего я потерял? А он потерял жизнь. Так что, друзья мои, я не говорю о том, что... Есть такая пословица, сам себя перебью. Хороший левак укрепляет брак. Мы говорим не про секс. Мы не говорим про страсть. Мы говорим про то, а ваша жизнь, дорогие мои соотечественники, мужчины, она вам дорога, вы любите себя, вы хотите, чтобы не тот пресловутый стакан воды, который на старости некому подать, а тот человек, с которым вы прошли большую отрезок жизни, притерлись. Ведь каждый следующий тоже надо притираться. А вы у вас не стерлась ли шкурка-то, притираясь только одной, только другой, только третьей? И тот человек притерся, вы притерлись. Но если не притерлись, если шипы растут и с чайной ложкой вам выковыривают мозг из ушной раковины, то нужно бежать. Но подумать прежде всего о себе. Вы бежите от или куда? Это очень большой вопрос. Потому что вы можете бежать от того, что здесь плохо. Раз, два, три, четыре. Поговорим на консультации, что плохо. А вы бежите куда? Туда, где хорошо, а там раз, два хорошо. И обчелся. А там опять появится то, что здесь было плохо. Список-то небольшой. И он повторяющийся. Друзья мои соотечественники, дорогие мужчины, Давай поговорим, друг мой, про жену, любовницу. А точнее, про тебя, любимого. А где тебе стоит и с кем тебе стоит жить? Что ты найдешь? Что ты потеряешь? Не стой у этого камня, как Илья Муромец. Направо пойдешь, налево пойдешь. Не надо. Выбор. Иди. А я подскажу. Потому что я знаю, что за камнем. Потому что я знаю, с какой стороны этот камень обойти. Но я вам скажу, что в каждом отдельном случае Это разные вещи. И запомните. Я вам уже говорил. И сейчас повторю. Вы бежите от или бежите куда? Подумайте. Если вы бежите от, то перечислите от чего. А если вы бежите куда? Раз, два и обчелся. Подписывайтесь на мой канал. У меня там много роликов. Называется. Я и жену люблю. Я и любовницу люблю. Я с любовницей уже семью создал. А жену все ревною. Блядь. Друзья мои. Столько разных вариантов разбираю. Я уже сбился со счета, сколько я разных роликов понаписал про эти отношения. Про нас. Про мужчин. И я не осуждаю вас. Я вас предупреждаю. Я рассказываю. Потому что вы этого еще не прошли. А я это сам прошел. Вас видел. И, как говорится, результаты на морде лица написаны у многих. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой канал.